В суровом климате будут расти новые деревья в металлургическом районе Челябинска. Там высадили 350 яблонь, лип и рябин. Так завершилась скандальная история, прогремевшая в апреле. Тогда неизвестные спилили в районе 80 полувековых клёнов. Теперь виновникам пришлось возместить ущерб. Кого считают ответственным за ЧП и какого наказания для них требуют в Госдуме, расскажет Полина Кирсанова. Конечно, сейчас здесь посажены уже деревца, но их же надо все вырастить. Наталья Бухарина и сама готова взять опекунство над молодыми яблонями, липами и рябинами. Пенсионерка рада, что на месте пеньков появились новые деревья. Когда-то здесь возвышались клёны. Их на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Дегтярёва высаживали ещё в начале 60-х годов почётные жители металлургического района. Но однажды полувековые гиганты просто исчезли. Ну как так выращивали? Мы же их когда-то люди-то ведь молодые сажали. И вдруг такое. Выращивали, выращивали. И вот тебе, пожалуйста. Так нельзя по-варварски. Полувековые клёны районные власти вырубили в нескольких местах. Возле проезжей части, напротив дома, где деревья служили буквально живым щитом и защищали от пыли и грязи. И напротив парки, где проходят районные праздники и гуляют местные жители. Как говорится, под самый корешок. Деревья срубили в апреле. Возмущённые жители обратились в местную администрацию. Уверяют, там ответили, деревья, мол, были старыми и угрожали безопасности горожан. Вот их и спилили. Тогда чулябинцы написали депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Он и предал ситуацию огласке. Привлёк экологов общественной палаты, которые провели экспертизу. В качестве оценки проводилось исследование тех деревьев, которые вырубили. Эти деревья были абсолютно здоровые. Было заключение от Рослезозащиты. Естественно, что это серьёзнейший ущерб экологии данного района, металлургического района. Итог ущерб в несколько миллионов рублей потеря спокойствия для жителей. Общественникам и депутатам удалось добиться возмещения ущерба. Чиновники, которые, по словам Владимира Бурматова, сами инициировали вырубку, компенсировали её в четырёхкратном размере. Посадили 350 молодых лип, рябин и яблонь. Но зачем было уничтожать зелёные насаждения, чтобы потом вновь тратить деньги на их высадку? Администрации района нашей съёмочной группе не ответили. Я не владею информацией, сколько деревьев, сколько деревьев. До часу обед. А у Дмитрия Викторовича, я не знаю, там у него визиты на сегодня расписаны. Жители требуют наказать виновных. Горожан поддерживает и Владимир Бурматов. Как минимум, ответственность должна быть дисциплинарная. Наши юристы считают, что там есть основания для возбуждения уголовного дела и для привлечения ответственности, в том числе в виде лишения свободы на срок до трёх лет по действующему уголовному законодательству, как за факт нанесения ущерба экологии города Челябинского. Сейчас проверку инцидента проводит прокуратура. Полина Кирсанова, Надежда Головина, ОТВ.